Уважаемые коллеги, я немножко остановлюсь на тех преимуществах, которые система телеконсультации дает для патологов. Как видите, стратегия развития системы здравоохранения предусматривала такой вариант развития, и это отражено в определенных документах. Первое, это что система телекоммуникации обеспечивает оперативную связь, с одной стороны, а с другой стороны, она представляет уже новую медицинскую услугу, которая крайне востребована на рынке. Этот документ родился не у нас, этот документ родился в недрах самой Министерства здравоохранения. Итак, причины создания. Когда же появилось это осознание? То есть, когда стала ясна необходимость повышения качества оказания медицинских услуг, и что иными методами ее сделать достаточно сложно. Когда было осознанно, что территория наша громадная, и опять доступность медицинской помощи в отдаленных регионах достаточно сложные мероприятия. Когда окончательно стало ясно, что выбытие медицинского персонала в области патанатомии превосходит приток новых молодых специалистов. Когда окончательно было принято решение о введении новых стандартов, и понимание необходимости их разработки. Вот, собственно, такие причины и послужили. Одной из причин развития системы. Что же часто очень путает системы телемедицины, телеконсультации и патоморфологии. Ой, одну секундочку. И системы телепатологии. Что же такое представляет собой себя телемедицина? Вот ее краткое определение, чтобы потом мы в ней, в общем-то, не расходились в этом определении. Это представление отдаленных услуг по различным каналам телекоммуникации. Это новое направление, которое появилось на стыке многих областей, нескольких областей, и оно достаточно интенсивно развивается. И телепатология – это направление телемедицины, позволяющие патологу дистанционно проводить дистанционно-морфологические исследования и делиться своими результатами, собственно говоря. И, как видите, это уже было отражено в книге, которую написал предисловий, который написал как Турский. В отношении телепатологии я хочу представить Алексея Ремеза, который является основателем компании ЮНИМ. Это наиболее сейчас интересная компания, которая предоставляет услуги телепатологии, и мы являемся стратегическими партнерами. Это та компания, которая позволяет на сегодняшний момент уже с имеющимися цифровыми изображениями делиться своим опытом, запрашивать консультации, проводить обучение. Пожалуйста, обращайтесь к нему, многие вопросы, он поможет решить вам в ускоренном варианте. Компания, которая динамично развивается и которая является лидером на сегодняшний день на нашем рынке. Какие же преимущества дают цифровые методы исследований? Как вы видите, высочайшее качество разрешения, возможность длительно сохранять препараты, это то, что говорил Пал об этом. Выделять необходимые зоны, проводить различные цифровые обработки, выяснять количество клеток на определенной площади, выделять клетки с определенным характеристиками, с определенным размером ядра и прочее, прочее, прочее. Также быстро проводить научные исследования и вставлять результаты этих исследований в различные публикации. Также позволяет работать и в самой достаточно сложной области, то, что касается Ларисы Эдуардовны, мне поможет. Насколько флюоресценции помогают решать то, что флюоресцентные препараты умирают в течение месяца, выгорая, иногда даже быстрее. Цифровая обработка позволяет сохранить изображение на 20 лет, как минимум, после этого можно переписать и сохранить. В общем, оно переживает много раз тех людей, которые эти исследования делали. Кроме того, оно, конечно, позволяет видеть те вещи, которые не всегда заметны глазом, потому что глаз устает, и врач может посмотреть не 2, 3, 5 препаратов в течение рабочего дня, до 100, наверное, да, Борис Эдуардовна? Таких вещей не бывает, но основная вещь, что эргономичным гораздо выше, его эргономичность и качество, конечно, выше получается. Позволяет проводить параллельный осмотр одинаковых зон в разных окрасках, что значительно упрощает, ускоряет и делает более точным исследование. Существуют различные программы для обработки не только в гистологии, но и в цитологии. На сегодняшний момент мы являемся лидером в цитологическом направлении. На одном сканере можно отсканировать изображение. И гистологические, и цитологические с высочайшим разрешением, собственно говоря. Опять же, сохранить их на длительное время, поменяться с коллегами, на флешке отдать результат, не отдавая стекло на флешке, отдать непосредственно клиенту, он с ним может поехать, и можно также дистанционно проконсультироваться в любом месте. Применение в обучении, опять же, только что Пал показывал, это глопирующая развивающая область. Мы можем анонсировать, что в ближайшем времени мы сможем продемонстрировать для желающих познакомиться в военно-медицинской академии с такой методологией. Теперь вторая вещь, в отличие от телепатологии, от телеконсультации, это телеклиника. Это несколько более расширенная область, она касается не только патоморфологов, но также и группы консультантов. Сюда могут входить химиотерапевты, рентгенологи, хирурги, и они одновременно могут проводить дистанционную консультацию. Если, конечно, есть изображение. Как видите, здесь, сейчас я немножко дальше покажу, мы показываем конкретный пример. Я надеюсь, что Алексей Владимирович поможет мне проассистировать, расскажет, как это внедрено уже, собственно, в Иркутском онкодиспансере. Здесь вы видите, что один из мониторов предназначен, работает как бы по варианту скайпа. В этот момент и консультируемые стороны, и консультирующие могут видеть друг друга, задавать вопросы в реальном режиме времени. Второй экран предназначен для вывода изображения гистологического или цитологического. И третий экран предназначен для того, чтобы вывести изображение или рентгенологической, или компьютерной томографии, или выписки из истории болезни, а также данных лабораторных исследований. То есть это онлайн, по сути дела, консультация любого удаленного уголка России и мира. Для того, чтобы понять, из чего состоит как раз этот консультативный комплекс, потому что иногда очень путают. Если вы посмотрите, наверху представлено это место оператора, который помогает по запросам консультирующей и консультируемой стороны выводить те или иные изображения, которые требуются в данном случае для обсуждения. Внизу предоставлено приблизительно вариант типичной телеклиники. Как вы видите, на стене висят несколько мониторов, сидит консультируемая сторона, допустим. Здесь могут присутствовать как непосредственно больной, так и его родственники, которые могут сомневаться так или иначе в диагнозе. А в онкологическом случае сомнений очень много на самом деле. И непосредственно родственники больной могут услышать мнение противоположной стороны, с кем они захотят консультироваться или услышать. Ну вот здесь я как раз привел пример, когда уже на самом деле это не теория, это уже состоявшийся факт. Здесь представлено открытие телеклиники в Иркутске, российско-немецкой. Аналогично, так сказать, телеклиника была уже образована и работает в Китае. Вот как раз эта параллельная конференция, когда шла, когда и российские специалисты, и китайские участвовали в этом обсуждении. Какие же преимущества несет непосредственно создание телемедицинских сетей? Посмотрите, пожалуйста, здесь достаточно такой большой диапазон действий. Можно создать систему региональных телемедицинских сетей, когда, допустим, Андрей Петрович, мы разговаривали по этому поводу, когда, допустим, онкологические учреждения в какой-то области объединены этой сетью, и одно из них является главным консультируемым, сдающим тон, допустим. Все обращаются к нему, не обязательно все исследования необходимо делать на местах. Иногда достаточно сделать определенные, проконсультироваться, и дальше определить к дальнейшему ведению данного случая. Создание национальных сетей под главных специалистов. В данном случае мы говорим о том диапазоне, который Андрей Петрович может уже внедрять непосредственно в своем регионе. Я рассказываю немножко для других людей, чтобы они знали, насколько широк диапазон применения и возможностей, и как нужно включать. Но на самом деле система телеконсультации, система телемедицины – это уникальный инструмент, который позволяет создать единую команду не только патологов, не только морфологов, но включить в нее сразу же и специалисты смежных областей. Это, опять же, команда хирургов, химиотерапевтов, рентгенологов, лаборантов и прочее, прочее, прочее. Когда они становятся единой совместной командой, вырабатывающей тактику ведения больного, определяющей его прогноз, где и как ему дальше лечиться и прочее, прочее, прочее. Спасибо за внимание. Я постарался сделать покороче свое выступление. Извините. Спасибо. Спасибо.